Антон Павлович Чехов Загадочная натура Купе первого класса На диване, обитом малиновым бархатом, Полу лежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит В ее судорожно сжатой руке. Пинсне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, То опускается точно ладья среди волн. Она взволнована. Против нее на диванчике сидит Губернаторский чиновник особых поручений, Молодой, начинающий писатель, Помещающий в губернских ведомостях Небольшие рассказы или, как он сам их называет, Новеллы из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, Глядит в упор с видом знатока. Он наблюдает, изучает, Улавливает эту эксцентрическую, Загадочную натуру, Понимает ее, Постигает. Душа ее, Вся ее психология у него, Как на ладони. Но я Постигаю вас. Говорит чиновник особых поручений, Целую ее руку около браслета. Вся Вся Читкая, отзывчая душа Ищет, выхода из лабиринта. Да, Барба страшная, Чудовищная. Но не унывайте. Выбудите победительницы. Да. Да. Ох. А пишите меня. Вольдемар, — говорит Данечка, грустно улыбаясь, — жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра, но, главное, я несчастна. Я страдалец во вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу. Вы психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже, вы уже постели меня всю, всю. Говорите, умоляю вас, говорите. Слушайте, родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый, малый, умный, но дух времени и среды. Я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты, брал взятки. Мать же, да что говорить. Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества. Ах, не заставляйте меня вспоминать. Мне нужно было самой пробивать себе дорогу. Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь. А борьба со средой ужасна. А сомнения? А муки зарождающегося, не веря в жизнь, в себя. Ах, ну вы, писатель, вы знаете нас, женщин. Вы поймете. К несчастью я наделена широкой натурой. Я жаждала счастья. И какого? Я жаждала быть человеком. Да, быть человеком. В этом я видела свое счастье. Чудная. Лепечет писатель, целуя ее руку около браслета. Не вас целую дивная, а страдание человеческое. Помните Раскольникова? Он так целовал. Он так целовал? Он так целовал. О, Вальдемар! Мне нужна была слава, шум, блеск. Ну, как для всякой, ну, к чему скромничать, недюжиной натуры? Я жаждала чего-то необыкновенного, неженского. И вот, и вот подвернулся на моем пути богатый старик-генерал. Но поймите меня, Вальдемар, ведь это было самопожертвование самоотречением. Поймите вы, я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро. А как я страдала! Как неизменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Хотя надо отдать, конечно, ему справедливость. В свое время он храбро сражался. Бывали минуты, ужасные минуты. Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня, а завтра умрет. Что я стану жить, как хотела. Отдамся любимому человеку. Буду счастлива. А у меня есть такой человек, Вальдемар. Видит бог. Есть. Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение. Но вот старик умер. Мне он оставил, конечно, кое-что. И вот я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... Нет! Вальдемар, слушайте. Заклинаю вас, слушайте. Теперь-то и отдаться мне, любимому человеку. Сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов. Быть счастливой, отдохнуть. Но как все пошло! Как гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вальдемар! Я несчастна, я несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко. Далеко, ах, сколько мук! Если бы вы знали, сколько мук! Ну что же? Ну что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же? Ах, другой богатый старик! Ум! Ум! Субтитры подогнал «Симон»